Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мы озвучиваем мои занятия в Потеряевке, первые годы 90-х годов, по тематике. Пожалуйста. Хозяин и работник, Бог сотворил мир в шесть дней и дал нам пример трудиться с пользой для себя и для других. Вот видишь, с чего я начинаю-то. Вот если бы я учился в семинаре, в академии, я бы не с этого начинал-то. А я сразу кидаюсь на такое место, которое даже как будто к делу не относится. Давай. Бог самый великий труженик. Уже в раю человек трудился. Он не просто бездельничал, сидел и смотрел. Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всей землей, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Это две специальности райские, земледелец и сторож. Все остальное придет после грехопадения. Тогда не было ни врача, ни священника. Никто не болел, и исповедоваться не нужно было. Бог был с ними. Появились после грехопадения соработники у Бога, чтобы сделать более приемлемым посылаемым от Владыки. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия Нива, Божие строение. Но каждый смотри, как строят. Из чего строят наши переселенцы здесь? Из самана, из камыша. Из самана. Из самана. Из камыша, обложенного кирпичом. Из кирпича, из бруса. У Бога же только две категории. Сгораемый и несгораемый материал. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. И он на себя сам называет мудрым строителем. И никто к нему не привязывается, к Павлу, что себя восхваляет. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится. И Байдиль покажет, потому что в огне открывается и огонь испытает дело каждого. Каково оно есть? У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Нам ближе солома. Это компонент саман. Самана. Самана. Но это все сгорит. Сгорит. И скажу, не приведи Господи, чтобы это случилось до суда Божия. Около каждой усадьбы тут заросли сухой травы и сена. Соломы кущи прямо на крышах. Одна спичка и труха. И пепел по ветру. Бог сам себя называет хозяином. От Матфея. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его. И для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вильзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Хозяин дома – жизнь и вселенная Христос. Матфея. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свои новое и старое. В неком смысле, каждый из нас является хозяином своей жизни. А у работников у каждого должны быть его чувства, настроения. Хозяином должна быть душа, рабынь и тело. А у нас наоборот. Вожделение тела. Я хочу выпить, хочу поехать. Все остальное по боку. Я хочу. Я хочу новую машину. Слово «хочу» должно быть на последнем месте в нашей жизни. В этом слове сквозная самость, взращенный тобой самим. Как правило, эгоизм, противление законам божественным. Что обретается в совести и в Библии, и в канонах церкви? Хочу – это вожделение, несмирение, своеволие. Подробно об этом слове относительно поста говорит Феофан Затворник. Поститься не хочу, и четыре причины находят своеволие. Но когда в ад потащат демоны, тогда хочешь, не хочешь, а пойдешь. А нам нужно слово «надо». Надо рано встать, надо поститься, надо молиться, надо читать ежедневно и исследовать Слово Божие, Святую Библию. Надо усмирять и порабощать свое тело, чувство вожделения, прихоти. «Надо, я должен. Со Христом я сильный, это смогу. Помоги мне, Господи, перепиться. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Мы сейчас поговорим, и сразу доказательство. «Если же надо, то остается только один вопрос. Кому это надо? Богу или тебе лично? Сначала Богу, а потом мне. Если же это не Богу, то мне зачем то, где нет воли Божией? Если же прямо Бог запрещает, то да сгинет вожделенное в горшке». Матфей. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой». «Хозяин распределяет, кому какую должность на время контракта. Поговорил сегодня с вашими, и уже видно, что работники никудыш не здесь собрались. Только для себя трудятся. Но неспешно, без инициативы, без выдумки, без совершенствования труда. Запрограммированы на нищету телесную и духовную. Постоянно говорю, будь здесь хотя бы один-два человека, такие, как Александр Иванович Устинов, отец Виталия. Сын вовсе уж не в отца. Природа отдыхает на детях отцов-героев. Не хватает нам таких людей, у которых буквально все в руках горит. Во всяком деле нужна ревность, искреннее желание для общего дела потрудиться. Приняли устав, записали, что в деревне не курить. Для этого нужны надписи, вкопать столбы и довести до исполнения принятые решения общины. И что же, кто-то тут же начал претворять это в жизни-то, как бы не так. Все, как и везде, и как всегда, все, даже не подумали и не пошевелились, пока мы с глухонимым Андреем не сделали. Для этого нужны были семь столбов, семь досок, краска и сотворить надпись, выкопать семь ям. Дальше. Нужно ли сохранить пруды, живность уток? Опять та же история. Согласны, поддерживают. Обязательно что-то сделают. Вот как ты лезешь, не туда маленько, а рыжая. Ну, закрылась и дальше. И поддерживают на словах. А на деле нет ни одного. Опять мы берем то же самое. И снова семь столбов, досок толстых, краска, гвозди, молотки и лопаты. И при том, это все нужно подновлять потом. Никто не подумал написать, территория деревни, стрелять запрещается. Территория деревни, курить запрещается. Этого оказалось достаточным, чтобы осенью, особенно после открытия сезона, приезжающие останавливались и, прочитав надписи на счетах, ретировались во своясе. И при том, мы с вышки наблюдаем за всеми передвижениями вокруг, чтобы вовремя перехватить экскурсантов. Бежим на пруд, когда они выходят из машины с ружьями, беседуем с ними. В первый год, в 1991 году, здесь шла стрельба. Прямо в деревне. На наше замечание нам ответили. Сделайте надписи, мы тут каждый год охоту ведем. Сделали и уже 10 лет нет ни одного выстрела. Хорошо? Хорошо? И опять же, ни один ничего для пользы общей не хочет делать. Каждый обнимает и целует свою свинью. К нам давно уже приезжают люди с разных сторон, издалека. Путаются. Не там съезжают с трассы за 20 километров от нашего поселка. Кто-то что-то деревенские сделали, чтобы людям не было путаницы. И не подумали. Мы опять закатали столбы и снова пишем на трафаретке 20 километров потеряевка. И стрелку. Наняли грузовую машину, выехали на трассу и вдоль ее на всех поворотах наставили столбы. И никто уже не заблудится. Как один к одному подобрались люди здесь, только о своей выгоде думают. И у всех надежда, что дядя Игнатий сделает это. Договариваемся, чтобы по деревне не гоняли на скорости и в уставе это внесли. Поставьте знаки. Это уже корченский шофер, пьяный, нам подкинул мысль. Звоню в Мамонтово. В ДУ, в милицию. Написали. Написал несколько заявлений, чтобы разрешили и поставили нам знак. Дети. Скорость не более 5 километров в час. Трудно. Это почти невыполнимо. Это тысяча рублей стоит? Но нам подсказали не, чтобы мы сделали сами за свой счет. Хорошо. Надписи вокруг. Сделать-то надо. Дал жесть Миша Никитину. И не могу добиться, чтобы до конца это сделал. Он взял сучковатые обрезки столбиков, не ошкуренные, и несколько штук. Через год уговариваний вкопал. Такая тут братва собралась. Наемник и никудышний. Лживая паства у батюшки. Дохлое христианство. И если бы тут жили настоящие христиане, то они бы так рассуждали. Мои дети пойдут тут в школу. Я обязательно поставлю знак возле школы. Полная остановка. Там выходящие из храма. И летом особенно. Много людей на этом месте. Уже разрешили нам это сделать. И это дело одного дня. Ткни его. Он будет ломаться. Я один делать не буду. А почему именно я? Что крайнего нашли? Боятся переработать. Это и не наемник даже. А нужно быть хозяином. Это чужие люди поселились в христианском поселении. Загородить пруды. Мы опять же вкопали почти 450 ям. И столько же столбов заготовили на свой счет лагерь Астана. И загородили это все в две жерди. Чтобы ни человек, ни скотина, фрут не свалились зимой или летом. Мы говорили, что прошла советская власть. И рабство кончилось. Стали писать. Рабы не мы. Сегодня толкуют, что ударение на первом слоге. Рабы не мы. Они молчат. Безмолвны, безгласны. Если вы не знаете, как защитить православную веру, то вы вредно сносите ей, как говорит Афанасий Великий. Мы должны уметь защищать дело. Революция не стоит и гроша, если она себя не может защитить, говорил Вилл. Служители сатаны это знают, а верующие этого не желают знать. Защитите то, что начали строить. Духовное расстреление уже плесенью покрыло все исход. Но если ввол был блодлив, и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен осем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то ввола побить камнями. И хозяина его предать смерти. Это о том, как должен истинный хозяин относиться и к своей скотине, и к своим строениям. Хотя слово рабы и не популярно, но осталось слово рабочий. Морфологический состав слова обозначает раб. Чей раб? Отчий. Значит узнать надо только отца. Кто он? Рабы безбожия, рабы атеизма, рабы греха. По-прежнему все определяется рабством и лошадиными силами. Библия говорит исход. Если ввол забодает мужчину или женщину до смерти, то ввола побить камнями, и мясо его не есть. А хозяин ввола не виноват. Но если ввол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен осем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то ввола побить камнями, и хозяина его предать смерти. Ни соседа винить надо, ни ребятишек, которые у быка чесали между рогов, когда он был теленком маленьким, и потому он научился играть и бодаться. Но хозяина смерти предать. Почему быку ноздри не заложил кольцо? Кольцо болезненно, и если за него кто схватится, то бык уже думает, в кавычках, только о том, как вырвать голову, а не бодаться. Это выражение о кольце касается и людей. Четвертое царство. За твою дерзость против меня, и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои, и удила мое в рот твой, и возвращу тебя назад, той же дорогой, которой пришел ты. Позавчера сосед говорил, смотри, твой бык чуть мою собаку не забодал. Кого? А, бабку не забодал. Ну, бабка и собака, это разница есть? Ну, правильно. На моего ребенка он поразовал. Пыль греб. О-о-о, вот так кричит. Привяжи его, знал, был предупрежден. А этому человеку, может быть, и престарелому весьма, и житья-то было три дня на белом свете. Но ты, цветущий здоровьем, будешь убит. Шуток не допускалось ни в воспитании детей, ни в воспитании быка. Сын не слушается, то его убить в второзаконе. Если у кого будет сын буйный и непокорный, неповинующийся голоса отца своего и голоса матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания. И скажут старейшинам города своего. Сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби злой среды себя. И все израильтяне услышат и убоятся. Совершенно не может быть ни командиром, ни начальником, никто. Интонация абсолютно неправильная. Как он может над рабочими работать? Как родители даже были? Какой интонации говорить? Давай дальше. Можно ли как-то помиловать, допустим, прокурор, твой родной брат? Если бы такое случилось, то прокурор был бы рядом с ним на эшафоте. Закон превыше всего. Закон Моисеев требовал исполнения закона. А кто бы решил сделать кому-то поблажки вопреки закону, тем самым нарушая закон, отвергаясь его, то повинен был бы как хулитель столь доброго закона. Если отвергшиеся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью... Вот что ему будет. Еврея. Ты знал, видел, предполагал. Вот перед глазами у вас наша яма лагерная, где мы глину берем для ремонта печи, под маски келий детских. И она огорожена в пять жердей. Да и сеткой обтянули рыбачей, чтобы даже случайно никто не мог туда свалиться. Когда мы тут первый год поселились и выкопали пруд, то уже по морозам долбили землю и ночами огораживали пруд, чтобы кто зимой в пургу туда не свалился и не поломал себе ноги. Как у вас, так ли? Колодец давно уже копают и на ночь не закрыт досками. Вот провода электрические прямо по земле. Я говорю, Петя, подбери ты эту смерть, а пусть куда не надо не лезут овцы и коровы. Дорогой, так скотина же она не изучала, что в природе будут такие враги у нее, как провода оголенные. В зверях и в скотине заложены от Бога природные защитные средства и внимание к тому, что есть в природе, а не к проводам вашим, нашим, которые мы придумали и развесили после того, как творение мира было уже закончено. Приноровись же к ней, тебе дан разум меняться в зависимости от обстановки, сообразуясь любой новизнею, лишь бы пять органов чувств могли ухватить это и отреагировать на изменения и быть бы тебе этому научену и предупреждену о грозящей опасности. Скотине этого в ее мозг не вводили, и она приговорена к смерти среди нас, убийц. Подними же, Петр Григорьевич, хотя бы еще на метр, это же и детям твоим, и жене твоей смертью грозит. А туда и дорога, пусть не ходит, где не нужно. Вот там, где у меня голубя, ты здесь жил. Поистине зло выборочно не бывает. Оно огульно и лавиной на всех катится от злодейского разума. И после этого еще носим звание христиан. Откройте хотя бы раз Библию святую, посмотрите, что там Бог говорит о нас. Христианин ответственен за все. Поставил машину и не закрепил ее, и она поехала, и задавила кого-то. Ты повинен в смерти. Не думай, что это только в Ветхом Завете так строго. А в Новом Завете можно творить и выдумать, что захочешь. Тут еще более строго. То скольте к чайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, которого освящен. И Духа благодатью оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение. Я вас дам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога живого евреям. Ты такой же убийца будешь, ибо вопреки заповеди Божьей о любви поступаешь. Не по любви, а по злобе своей. Еще пример из арсенала. Каким быть хозяином? На крыше нет ограждения. Что? Есть ли кому-то дело до этого? Есть и в первую очередь тебе, второзаконие. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. Крыши тогда были плоские на юге, и на них ставили шатры. Упал человек и разбился. Начали расследовать, кто хозяин, а он в командировке, дождаться. Очень он нужен сегодня. Проверить его только на одно. Хозяин ли он этой новостройки? И тут же смерть. Спорить не нужно. Ты знал, что должно быть ограждение. Почему же пренебрег техника безопасности? Ты сам свалился в могилу. По проекту перила на кровле должны были быть. Твоя вина, любящая экономить на здоровье других. В Греции был закон в древности. Если ты врач, окулист и лечишь глаз, и повредил его, и он вытек, то врач лишался жизни. Вот это да. Это уже не так, как у нас, когда при аппендиците завалили такого русского богатыря, и им, пьяным хирургам, все сошло. Киллеры в белых халатах. Ставят мальчику клизму из хлорамина, и он умирает. Делают уколы детям, где-то, элисте. Да. И зарождает их спидом. Богу не молятся, и потому такое. Так в Афганистане стрелку по чужим вертолетам и самолетам дается только три ракеты-стингер. И если все три пустил мимо, то тебе тут же отрубают голову. Небось, на учебный комбинат грудью не шли лопоухие, а учились только зоркие, смелые и ответственные. Когда описывают про маджахедов, то описывают, как они против БТРов не из-за бруствера, а на бруствер выскакивают и стреляют, тщательно прицелившись, чтобы ни одна травинка не мешала. О, Бог, а как? Точно так же. Если ты начал строить башню и не хватило, не рассчитал, то ты потерпишь великий урон. И не на добром фундаменте, а на песке. То падение этого дома будет великое. Божьи законы, они неизмеримо более строгие. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Зарабатывал. Если чей-нибудь вол забодает до смерти, вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Так же и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его был из вещей на семь не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его. Ты хозяин, ты должен знать. Библия регламентирует все стороны жизни, о вещах, о взаимоотношениях. Хозяин, не исчезло это слово. Сталина в Кремле называли хозяином. Точно так говорят сегодня главе администрации. Это и это слово не унизительное, как и слово раб. Это власть. Что труднее, давать ли указания или исполнять их? Труднее быть хозяином, чем просто быть в послушании. Быть может кому-то выгодно всю жизнь пробыть добрым наемником и послушным рабом. Если это знающий человек, такой как Алексей Сисков, бывший главный агроном совхоза Корченский. Такие люди только почувствовали возможность быть самостоятельными, они тут же взяли землю и стали работать, как настоящие хозяева. Вышли из-под лани коммунистических тиранов. Надо стремиться быть хозяином. У солдата всегда в ранце должен быть в запасе маршальский жезл. Плох тот солдат, который не мешает, не мечтает стать генералом. В житиях святых 14 мая Серапион дважды продавал себя в рабство. Жаловалась одна мать, к примеру, так, Сын мой находится в Чечне, там его мучают и нет денег выкупить его. Выходит с матерью на базар и встал туда, где продают рабов. Приходит покупатель, осмотрел, понравился ему этот бородач. Беру, назначает цену за себя, ту, что мать назвала. Спрашивает покупатель образования, специальности. Отвечает, кончил агрономический институт. Могу виноград выращивать, раньше за быками ухаживал, но не говорит, что он христианин и в каком звании. Отдал женщине эти деньги и пошел в рабство в Чечню с другим хаттабом. Там другие были географические наименования. И там, выполнив свою миссию, снова творит то же самое еще раз. При чтении ум содрогается от величия духа этих людей. И вот опрокинулся автобус в воду, и все почти утонули. И зевак много на берегу, и никто не попытался даже нырнуть и вытащить. Разбить стекло. Так вот теперь показывает, он чемпион был, 13-кратный чемпион, армянин. И он в это время оказался тут. И он вытащил сколько? Последний, говорит, сиденье вытащил, он даже не понимал уже, что делает. Другой оказался, где пожар, из пожара так же вытащил мне. А то вообще какие люди-то есть. 22 сентября. Петр Мытарь тоже продал свое тело в рабство, Матфея 20 глава. Образ жизни для нас, живущих на земле. По этой притче мы все до единого работники, не хозяева. Хозяин один с большой буквы. Мы поселились здесь. Обещали быть честными. Научитесь разговаривать с былинками, с животными, с насекомыми. Все, что вокруг нас, оно оживотворяется нашим присутствием и благодарностью Создателю от Матфея. Это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Мы все являемся хозяевами и в этой жизни, и ответственны за все, с чем соприкасаемся. Не быть как сквозняк. Пролетел, и следа не осталось. Это вот про тебя. Меня это не касается. Ну да. Моя тоскра, я ничего не знаю. Я за себя отвечаю. Смотреть за другими меня Бог не ставил. А что я, сторож брату моему? Вообще. Мы ответственны за все, что попадает в сферу нашего влияния. Мы ответственны за людей, которые погибли в лодке. Ответственны и за президента Путина. А как я могу повлиять? Так, чтобы встал ночью и помолился за него. Проси ему мудрости, чтобы на них был страх Божий. А ты можешь быть умом там. Это твой сын с последней капли воздуха погибает. Воображай хотя бы немного, и будет сострадательность. Там я. Там мой сын. Тогда поменьше будет пустых слов от Луки. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Молить спасителя, чтобы пронес беду. Рассчитывается чем-то так называемый обмен бартер. Кто видит. А потом жена моя, Анна, в женских отделениях пряла шерсть и посылала богатым людям, которые давали ей плату. И однажды в придачу дали козленка. Тогда для еврейка это было нечастое явление, чтобы за труды дали живую скотинку. Да еще сверхплаты. Как бы премиальные в виде поощрения ее. И Тавид не поверил ей. Несколько раз жена пытается доказать, что непотерянный кем-то ягненок у них блеет в закутке. А за хорошую работу дали ей. Он опять за свое. Откуда этот козленок? Не краденый ли? Отдай его, кому он принадлежит. Ибо непозволительно есть краденое. Она отвечала, это подарили мне сверхплаты. Но я не верил ей и настаивал. Вот продолжал. Чтобы отдала его, кому он принадлежит. И разгневался на нее. А она в ответ сказала мне, где же милостыни твои и праведные дела? Вот как все они обнаружились на тебе. Ну ты не можешь сказать, как это. Вот она в ответ сказала ему, где же милостыни твои и праведные дела-то? Вот как все это обнаружилось на тебе. В смысле, козленком-то обнаружилось или чем? Давай дальше. Во время войны в Берлине, во время бомбежки, случился нигде не отображенный инцидент. Русская пленная девочка жила у одной вредной, по ее словам, немки. И у них был только один поросенок, которого они мыли, халили с великим... Халили, холили. С великим трудом доставали ему пропитание. От взрыва отскочила доска забора, и их сокровище помчалось по опустевшим улицам. За ним мчится среди развалин русская девчушка. Вот он, настоящий хозяин, не колхозник, для которого пропади хотя бы и весь свинарник, он не вздрогнет. Эта немка буквально терроризировала нашу прекрасную соотечественницу, которая была почти глухой от рождения. Бабка заколола выросшую свинью и всю ее сносила к знатнейшим хирургам, чтобы вылечить эту пациентку. И вылечила полностью. Какая бабка немка. И еще она ее мучила, как тоталитарная фашистская гражданка. Все время водила ее в школу и дома непрестанно учила не только этикету и правильному произношению, но и любить свою родину. Теперь, когда наша дорогая соотечественница вернулась в нашу прекрасную страну, потому что нигде так вольно не дышит на земле человек, и она уже после смерти этой бабульки начала осознавать, что она сделала для нее. Что она сделала для нее. И всю память о героической немецкой женщине она вложила в своих детей, сама будучи профессором. И что еще помню то, как эта старушенция ходила в комендатуру и добивалась, чтобы девочку вернули на родину, ибо там ее корни. Этого же из другой области. О как. И еще она уродовала душу нашей славной пионерки, учила ее молиться Христу. Вот что невыносимо было тогда, да и теперь нашим славным коммунистам. Победив глухоту и косноязычность девочки, умевшей картавить, слова слава КПСС и слава экспроприации, да еще и поврежденный глаз девочке выправила. И бабушка эта истратила все, что было в ее доме, не считая поросенка, только на эту девочку хорошую. Теперь она называет ее святой лютеранкой. Тогда же я роптала и злилась на нее бесконечно. Мне не надо было этой грамматики. Мне хотелось быть свободной. Будьте хозяевами. Смотрите за своей душой. Помогайте очищать и очищаться. 28 сентября. Святой Харитон. Без дела и один час губителен. Ни кроссворда разгадывать, ни компьютерные игры. Если тебе нечего делать, начинай подтягиваться на турнике. Соверши пробежку. Пропали еще раз в огород. Погаснет серое пятно телевизора, и ты не научился ни молиться, ни на конец скакать, ни песни петь. Жизнь такая коротенькая, сделай ее интересной, и сам будь желанным, полезным для всех. Кто с тобой будет, кто тебя услышит. Не сиди, не лежи, жизнь улетает, и песок из часов уже заканчивается. Радуйся активно тому, что Бог тебе дал. Бог давал наказ и благословение человеку, выпроваживая его из рая в эту недоль печали. В поте лица будешь есть хлеб твой. Трудись же, о ленивец, в поте лица. Это не работника касается только, но тем более хозяина. У хозяина не просыхает потная рубаха, потому он хозяин. Забота его обо всем. Привести хочу для примера тех, кого я знаю. Мэр города Барнаула Баварин. Я совсем немножко с ним знаком. Какой это труженик. Каждое воскресенье, без выходных и до глубокой ночи. Что, ему денег? Слава не хватает. Когда уже в полдевятого окончил вечерние занятия в техническом университете, я возвращаюсь, очень часто все еще вижу свет у него в кабинете. Приеду домой и для интереса позвоню ему. Сидит там. Как же мы, христиане, должны работать для души, для Христа нашего любимого, умершего за наши грехи, воскресшего для нашего оправдания. В автокатастрофе погиб. Вот этот дом, где я сижу, это благодаря ему я имею. 7 декабря. Амбросий Медиаланский. Как он работал? После его смерти пять епархий образовать надо было, и пять епископов едва могли справиться с той работой, какую он проводил. Мне это непонятно, но так говорится в житиях. Что, все пять епископов были ленивые после него? Или он ни один управлялся? Или он не спал? Или все делали абы как? Конечно же, главное это благодать Божия, благословение. Когда нет путаницы, когда команда работает на совесть и слажена, все чувствуют себя настоящими рабами своего дела, у кого душа не колхозница, не общежитская, и за все отвечает как хозяева положение, не перекладывает ответственность на нижестоящего, кто живет не по-монашески. Не по-монашески. Чтобы окончания-то были. Когда мы говорим Бог, непонятно, Бог, говори Г, чтобы слышалось-то. Бог, Бог. Ну как-то, ну, люди же будут слушать-то. Не по-монашески. Эти любят быть совершенными, эти любят быть отрешенными, ни о чем совершенно не заботятся. Не заботиться. Только сейчас сказал. Эти любят быть отрешенными, ни о чем совершенно не заботиться. Не о жене, ни о детях, ни о питании, ни об одежде. Ни о чем. Пташки небесные на чужом огороде. Спи сколько хочешь, ешь что хочешь, то есть кто что подаст. Бомжу по белу свету. Кажется, что вот настоящие труженики. Они все бросили, их теперь в напряг пошли для царствия небесного. А как поживешь с этими чудотворцами рядом, или еще лучше в одной хате посмотришь, поскольку они спят беззаботно, рот корытом, то и видишь, пропала диродивая Русь, сгинула в лени и проказе животолюбия и беспечности. Все это было бы на уровне, но при одном непременном условии, чтобы они все силы души, всю заботу бросить на духовное. На спасение себя и ближнего, на прославление Господа нашего Иисуса Христа, Бога истинного. Первое коринфянам. Считай так, чтобы у тебя силосоида была так. Вот это слово говоришь, в конце уже она едва едва шевелится. Совершенно непригодный. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женаты заботиться о Господнем. Как угодить Господу? А женаты заботиться о мирском. Как угодить жене? Есть разность между замужней и девицей. Не замужняя заботится о Господнем. Как угодить Господу? Чтобы быть святою и телом, и духом. Она не замужняя только об одном думает, как замуж выскочить. Думает она о Господнем-то. А замужняя заботится о мирском. Как угодить мужу? Да, не думает угодить мужу. Она спит, лежит. А он ее корзает. А почему он тогда это пишет, апостол Павел-то так? Значит, другие были люди. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Развлечения тут много. Ответственность перед всевидящим, хозяином, умножающим свои таланты, данные в нас и через нас. Ему слава вовеки. Получается, что можно и по 500% давать каждый день. Может быть, потому так удачно дела слагались в Омбросе, что он до этого посвящением епископа Медиалана уже был на большой государственной должности. Должности? Должности. Доверенное лицо, полномочный представитель императора. Ты начинаешь глазами читать, а дальше бросаешь в уме только его. Проводишь сейчас предложение. Костник Илизаров спал не более трех часов в сутки. Когда его попросили рассказать о его распорядке дня, он поведал днем преподую в университете. Первые три часа самые активные в моем рационе. Я принимаю людей. Тут нужна полная задействованность. Работаю с больными. Ночью, когда сон одолевает, я начинаю работать на станках. Вытачиваю для аппаратов нужное. Движение дает бодрость мне. Лучше всего это испробовать на себе. Мне приходилось при издании и начитании книг спать не более двух с половиной часов в сутки. Днем работаю, начитываю книги на магнитофонной пленке. Делаю печи, другую ежедневную работу, а ночью переплетаю книги. И попутно слушаю и конспектирую златоуста, жития, составляя симфонии. Каталоги сопроводительны к изданному. Пишу письма, 1200 писем в год отправляю. Иные письма по 15 листов. Для каждого письма иногда приходится открывать до десятка книг, чтобы точно ответить на вопросы. Понятно, какая работа. Это все за кадром. Лев Толстой написал рассказ «Хозяин и работник» и Ильяс. У богатого человека, как у Ива, все было потеряно. С женой своей нанялся в работники. Однажды, когда у хозяина были гости, а прислуживала гостям его жена, то гостям было рассказано, что это за женщина и чья она жена. Гостей богатых это весьма тронуло, и они изъявили желание поговорить с известнейшим богачом Ильясом, который разорился и теперь в таком уничижении пребывает. Гости многое слышали о бывшем бае. Гремел он на все калмыцкие степи. Хозяин призвал Ильяса, и он вместе с женой предстали предвеселые очень новых калмыках. Гости думали увидеть печального, хпанурового, согбенного старика. Согбенного старика. Согбенного. Согбенного старика, который так теперь уничижен, что за кусок хлеба работает на богатея. И вдруг перед ним явился веселый, просветленный человек. Выслушав его историю, они спросили его, когда отец ты был более счастлив, тогда или теперь? Конечно же сейчас. И хозяин похвалился таким работникам, коего не надо толкать, ибо Ильяс все делает по совести. Когда я гнят принять, как сохранить приплод? Он же сказал, что теперь есть время и о душе подумать, и помолиться. А когда был богат, то сколько было забот. Смотри за работниками, как бы чего не испортили, как бы не пропустили, не погубили, а зависть была и раздражение. Да вот и жену спросите, так ли я говорю? И жена его Шам Шемаги. Шам Шемаги. Ну, если была бы еще одна буква, Шам Шемаги, иди, иди, все равно Шам Шемаги. Закивала головой, правильно все Ильяс говорит. Шам Шемаги. Шам Шемаги, повтори. Шам Шемаги. О, вот такая тебе жена будет, и будешь шамкать, давай. Он не наемник, не так строит, чтобы стена коровника завалилась через два дня. Сейчас вот живу, не нарадуйся, я не призываю к нищете, но прошу сделать себе пометку на душевной планке, стремиться ли к недосягаемому или воспользоваться тем, что есть уже и доступно, и безвредно. Слово хозяйства в Библии встречается только два раза при чем. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Празности. Празности. Либо как трудно выговорят слова, это не по совести. Уже не меньше сотни раз я тебе сказал про это. Люди будут слушать, многие люди, и каждый будет говорить, что он сказал, что сказал, а ты уже давно забыл про это. Это о настоящей хозяюшке в доме христианском, Езекиэль. Наложить руку на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею. Это о мирном народе, на которых ползут нехристи. Книга Домострой полностью посвящена устройству быта в доме. Больше... Быта, быта. Я уже стараюсь со всех сил. Ну куда, но быта нет такого, быт. Обыкновенный быт, это слово простое и очень известно. Нет быта, быта. Большая часть советов относится к жене. Как вести себя и при гостях, как сохранить уже заработанное, как умножить добро, как учить и детей подавать милостыню, как загородить огород, чтобы когда утром гонят на выпаса стадо коров, они не могли забраться и все потравить. Мы вам дали бесплатно машину столбов. Завезли и вот уже какой год они догнивают. Вы ведь так ничего не смогли и не захотели сделать. А хозяин Саша все ходил по улице как ноздрев из мертвых душ. Вставать нужно рано, без 25 утра и ложиться вполне уставшим. Посмотрим. Рядом же видны канавы, какие были прокопаны до 30-х годов нашими предками, когда они жили единолично. Лично и один хозяин был. Глубина канавы была не менее метра в глубину и на километры в длину и скрывается в лагах. 70 с лишним лет прошло и все еще эти брустверы красоты труда стоят памятниками нашим землякам. У Виталия, хотя на воздух проволочки натянуты, от муха Саши вообще ничего не сделал и привез столбы уже из местного материала, да так они не ошкурены и погнили в прах. И каждое утро коровы бродят в нашем огороде. Почему же ничего не делайте, а спите как мертвые? Потому что вы уже запрограммировали себя, чтобы ничего не было. Это заражает и малодушных на ничего не делание. Соломон прославляет добрую жену. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена боящаяся Господа достойна хвалы. Дайте ей плодорук ее, да прославит ее у ворот дела ее. Приезжала к нам правнушка основателя нашего поселка Потеряевки, Евдокия, Титовна 저 Я думаю сейчас скажет Титовна. Ну если Титовна, значит Титовна. Ну ты говоришь Титовна. Говори Tитовна. Титовна. Титовна. Ну конечно раз он Титовна, Титовна. Чего под blev это-то? Потеряева. Потеряева, да. Ну можно сказать не потеряева, потеряева. Потеряева Можно сказать За кудачи-то Тетеревым Она не молодая и не старая Ей 84 года Мы бы ездили к ней туда Ей было 98 уже Везде побывала Здесь Всюду ей интересно И о всех беседах она участница И на качелях покачалась И об одном только маленько поскорбела Когда уезжала На коне не покаталась верхом Болеешь ли? Спрашиваю ее Да я и не знаю что такое болезнь Так наша мать до конца своих дней Не знала в какой стороне груди Ее сердце находится Бывает говорит тетя Дуся Устану немного Тогда я сажусь и начинаю вязать варежки Или еще что-то Сколько не претерпели А были сосны раскулаченные Замерзали как Смена труда есть отдых У нее в хозяйстве порядок И она не ест хлеб праздности Празности Празности Когда их раскулачили Она была рыжкова И рассказала Что с ними было там Как хоронили они В мерзлую землю Раскулаченных Но выжила Детей вырастила И теперь как огонек Сияет всем Хлеб праздности Означает то что видим На каждом шагу Много едят и живут Как на празднике Незаслуженный кусок Проглатывают Жены позаботьтесь Чтобы на ваших мужьях Не было ни одной Оторванной пуговицы Пусть и в заплатах Но чистая должна быть одежда Не ждите чтобы сюда заглянул Венгерский Дракула Дракула Это Брэма Стокера Я читал Давай Он проезжая по полю Увидел что весь В рванье мужчина на поле Как наш Игорь старост Спросил его Ты женат? Да Почему же жена за тобой не смотрит? Покажи мне ее Приходят А у нее все немытое Ковардак в хозяйстве А сама только что Продрала глаза к полудню Растолстевшая бочка с салом Новоявленная Раиса с курорта Это твой муж? Почему же ты его не обеходила? Это твой муж? Почему ты его не обеходила? А он на поле трудится И так оборван-то Зачем же ты замуж выходила? Зачем тебе Бог дал руки и две руки? Почему ты этими двумя руками С десятью пальцами Ничего не делаешь? Такие руки тебе совсем не нужны Палач Отруби руки по локоть Теперь эти руки покажите По всей стране И неповадно было Женам долго валяться Мертвецки в спальне Не сидели они на скамейке у дома И не судили Проходящих среди недели По всей стране Среди ночи Все жены схватились За иголки Жестокий И страшный пример Если такое могло быть Так и в Библии Читаем про царя Которому жена не покорилась И повелел он эту остень Отсадить от своего величества Ну дальше прочитайте Я пропускаю здесь Прочитайте Потом продергиваю Вот опять Прочитайте И сверх первая глава И дальше Миллионы людей были спасены И семьи получили цемент Для сохранения их Чего же ты лежишь целый день Романы читаешь С дивана телевизор Мозолишь глазами сонными 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 Тебя для этого Бог призвал Чтобы ты Нарожала детей кучу А потом все на мужа И взвалила Чую жую жизнь Детка Смотришь на экране Потому что Своя крайне неинтересна Запущена Наша мать Мария Егоровна Не смотрела телевизор И вы это все знаете Ее никто не видел Праздной И в 85 лет Она уже на коленях Могла только в огороде работать Но и тогда Не разгибалась там И главное сделать что Павел говорит Да я тебе дам Мама Не надо Ты мне выдели грядку Где я сделаю Мне надо десятину отвезти Батюшке морковку отвезти Лук Картошку Батюшке отвезти Она у старобрядцев была Ее бабки все здесь ждали Любили Она приедет У бабок-то ничего нету Она все сюда свалит Привезет И в свободные минуты Проводила за чтением Канонов И молилась всегда Десять детей Воспитала Родив их Наша бабушка По матери Устинья Ивановна В 95 лет Просила нас Вынести ее На руках В огород И положить На грядку С луком И там она На боку лежа Вязала плетенки Из лука А сама же Подняться не могла Вот пример Оставленный Истинными хозяевами Для нас Идущих позади их Сегодня жалуются Что некогда Ходить на занятия По изучению Библии Потому что Хозяйство у них большое У нашей мамы Было такое хозяйство Бабушкина И наша корова 13 овечек В зиму 40 гусей 25 колодок пчел Отец инвалид Войны без руки Его каждый день Проводи И встреть У него полторы тысячи Членских овечек Он пастухом был В 30 А Был 39 лет 10 детей Всех накорми Приготовим И мать наша Сама косила Траву литовкой И кроме того Она работала Еще и в колхозе Около 18 коров Ежедневно Вручную подоить Два или три раза Надо было Это вообще Не вообразимо даже Не вообразимо А на ночь На ток Клеветоны Крутить Пшеницу Чищать Сумели бы Наши пять Ног Это сделать Все вместе Клеветон Это не просто Веялка А вдвоем Крутили Воротом Тяжеленную Махину Вот такая вот Ручка Стоят две Женщины И вот так Крутят А там Решета Вот так И потом Такая Ити уже Она упала На пшенисе Проснулся Звезды Кищики Уже идут Уже 400 Ночек Надо бежать Теперь доить коров Колхоз Муж любит Жену здоровую А сестру богатую Ты трудишься Для Бога Скрой свои немощи Зачем ты их Афишируешь Заражаешь Отрицательным Вокруг себя всех А вас Разбомбило Вы уже И в двери Не влазите Когда народ Божий Еврейский Был в рабстве У фараона По нашему В колхозе То за нуль За трудодень Трудились Так дядя Сталин Повелел Есть было нечего А зерно В огромных Буртах На таку Отец Был зимой Там сторожем И мы ходили И чтобы не умереть С голоду Летом Немного И пшенички Приносили домой Как это было Просто Сапожишки Наденешь А нас Привлекали школьников Чтобы ходили По току И по По току Ток Ровная земля А по ток И по рассыпанной пшенице Ногами борознили Иногда неприметно Пониже Наклонишься И сапожок Почерпнет Несколько горсточек Пшенички Идти трудно Ногу трет Как на горохе Стоишь А так Есть охота Малое воровство Тоже наказуемое Но так Жесть Охота Было А кроме Лебеды И рыжика По весне И мороженые Картошки Из под плуга Что перезимовало В огороде Ничего и нет Мы умирали Инвалид войны Был наш отец Но осенью Пришли И всех Сорок Выросших Гусей В план забрали С яблони Налог С каждой овцы Нужно было Осенью Сдать Ровно полторы шкуры В Кремле Высчитали Что Неразумные овца Приносят Непременно По пять ягнят Стали рыбить Потихоньку яблони Уничтожать Скотину ненужную Такую дьявольскую Бесхозяйственную Власть посадили На шею люди Каждый день Решался Награждался Трудоднем А что он значит Это только Осенью будут В правлении Колхоза решать Иногда и нет Ничего за него За так и проработали Тогда у нас Был в колхозе Новая Заря Председатель Коммунист Блатов Иван Андреевич Эти умели И тогда По блату Все добыть Под броню Скрывался Это все Наш отец Про него говорил По малому Выражая недовольство Сказать вслух Нельзя было Сразу же каталажка тебе То есть на фронт Не был призван За хорошую работу Отцу От районного начальства Вырешили сапоги Потому что Одной рукой Невозможно Жешнурки Зашнуровать Но он присвоил Их Этот председатель И славно В них ездил Иногда и по 100 грамм На трудодень Пшеницы Отваривали осенью Отоваривали Отоваривали А трудодень От трудной работы От земледелия Которое учреждено Примут 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 Это латинское слово Примут его в свое сердце Примут его Примут его в свое сердце И живут по писанию Наша мать и отец Вместе Ни одного класса Не кончили А к отцу Со всего района Из соседних Привозили тайный овец Чтобы взял И пас их Пас их Пас их Это было запрещено Тогда Почему? Потому что У него Ни пропажи не было Ни тощих Он по часам Смотрел Где пасти Когда поить их Осенью Они у него Были залиты Салом Особенно любили К отцу Привозить казахи Даже начальник Милиции привозил И ни одного ягненка Не потерял За 39 лет Помню Как вы с фонарем Ходили по полям Ночью Искали овцу Отец знал Что она объягнилась 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 Будут То есть родила Ее ночью Могут собаки порвать Это настоящий Добрый хозяин И пастырь А наши пастухи На днях Трех ягнят Потеряли И нужды нет Вижу Соседи И ребенка оденут Толкнуть его на улицу И он один стоит Часами А с ребенком Нужно заниматься Учить скорее Пока дитя податливо Установить алтарь Любви Божьей В его сердце Не советуйся С годовым Наемником Об окончании С ленивым рабом О большой работе И на диаметрально Противоположных Концах Стоят работник И хозяин Один думает О том Как поскорее И подороже А другой Как бы получше И подешевле Если человек Ест быстро То можно И на работе Дать плода Но сегодня Похоже И этот определитель Не срабатывает В Америке Закон Что меньше чем 5 долларов в час Хозяин не имеет права платить За месяц До 800 долларов Это наименьшее Дальше нет ограничений Я ходил С преподавателем Английского языка Он получал 25 долларов в час Это он перерабатывал Когда показывают Что американцы Хорошо живут То не надо забывать Что они и хорошо работают К примеру Приехал австралиец И показал на ВДНХ Как стричь овец Баран До 130 килограмм И он шубу С него снимает За 57 секунд 530 овец Один остригает Чемпион Говорит мой брат Он 570 Отстригает Ага А у нас Стригуют бабушкиными Завещанными Ножницами Бедный овца Как после боя На ринге И рядом Со стригалем Со стригалем Со стригалем Банкой криолина Залатать Про стриги На шерсти Не шерсти А тело Не шерсти Шкуры ее Шкуры ее Ох и считаешь Целая наука Не поймешь Что ли шашлык Из нее готовит Хозяин Или казнит За провинность Ну И ладно Да беда в том Что мы хотим Так же Красиво Богато жить Как эти глупые Капиталисты Люди Трудно поверить Что голландец С одного Корня помидоров Собирает Семьдесят И до Сто двадцати Килограмм Как это И все Все от работающей головы Хозяин Еще замол Ты считай Быстрее Японцы говорят У нас нет Нефти Нет труды Но у нас есть Серое вещество И показывают На свою Раскосую голову И будем Это вещество Размалывать И у нас будет Нефть И руда И алмазы Провозгласили Что в союзе Все всем Принадлежит То есть никому И нигде в мире Нет такой Безхозяйственности Хотя нас Учили Что у нас Все по плану Почему плану По заговору Масонов По замыслу Гроссмейстеров У Наугольника И Циркуля Поехать Извольте По любому Участнику БАМа И Уренго И увидите Сотни машин Брошенных Техника гниет Только в Красноярском Крае Подсчитали При вывозе леса Погибая до Пяти миллионов Кубометров леса При сборе урожая И хранение его У нас гибнет До шестидесяти процентов Не знаю Проверить не могу За что купил Зато и продаю Продажную прессу Ученые подсчитали Что у человека До трехсот двадцати Миллиардов клеток В его организме И что на головный мозг Приходится Сто двадцать миллиардов Этих губных клеток Так ли? Тоже не мог пересчитать Но хотя бы Одна микросхема Должна бы сработать В этих звеньях Аминокислот и протеинтов Что хозяин Это лучше чем наемник Любое общество Развивается Или спивается Только по пути Трех Веших столпов Вера в Бога Семья Где муж глава И частная собственность Без единой стороны Этого намертво Спаянного треугольника Наступает хаос в мозгах Ложь и воровство Это уже про нас Хозяин Или наемник в доме Хозяин Или квартирант Ведет наблюдение За всем За всем Ну вопросительный же знак стоит Оно прочитает и правильно Я уж не говорю Мне еще просто Искуро стал Чтобы все хранилось Улучшалось В Киеве шли Глазели Вдруг у храма стоит группа Выбегает япошка Самурайского вида И ко мне Подхватил меня И на паперть Разрешите с вами Сфотографироваться А почему же со мной У вас европейский тип лица И это Показывает на бороду Со всех сторон Меня обчакали Фотоаппаратами Давай обменяемся адресами Может чем полезны Будем друг другу Я думаю Тут ты не обманешь У тебя еще не известно Что есть А у меня уж точно известно Что ничего Кроме этой рыжей бороды Многоцветной Нет за душой Да и борода У них к душе относится Серахов Работник склонный К пьянству Не обогатиться И небольшой Ставящий малое Мало-помалу Придет в упадок Это меня видел Один священник Когда был в Киеве И теперь я считаю Воспоминания Он стоит Японцы-то прошли А этот человек На меня говорит Стоит Ну в таком виде Как он есть Идут итальянцы Новая Там экскурсия идет И начали судить А он говорит им На чистом Без акцента И итальянском языке И отвечает А мы на это не смотрим Главное надо душой И потом идет английская И он с ними тоже На чистейшем Это уже все прибавлено Я по-итальянски не разговариваю Ну по-английски правда А священник До чего он это прибавил Не знаю И все это обо мне написано Прям фамилия Все указано Ну давай Мне приходилось Работать в Латвии Со мной работал Старый рабочий латыш Который Помнил Старорежимные порядки И рассказывал Что раньше При частной собственности Хозяин Не часто сам был У них На их стройке А вот управляющий Был постоянно контролером И если он видел Что половинка кирпича Не целый А всего лишь Половинка кирпича Трещит из-под земли То допрашивал И искал ответственного А мы работали На Эвердзе Ну вагонный ремонт Завод В Барновле И проводили трассу Так там целые Контейнера кирпича Находили Почему? Там был хозяин А здесь наемники Наемник не родит Не только производстве Он везде наемник Хотя бы ему Уверено было из-за души Отвечать Яна А наемник не пастырь Которому овцы Не свои Видит приходящего волка И отставляет овец И бежит И волк расхищает овец И разгоняет их А наемник бежит Потому что наемник И не родит об овцах Воровать нельзя было А ненужное Лучше похоронить землю Просил я за деньги Себе плиты Обломки железобетонные На погреб Не дали Но бульдозер Вырыл яму И столкнул их туда И засыпал И это по всей стране Семьдесят два года Культивировалось И спросить не за что И не с некого Не воровал Поломанное сокрыл И дешево И незабываемое Такого безумия Мир не знал никогда Убили хозяина Сообщили Что русский человек Тратит пресной воды Семьдесят раз Больше нормы Трудно вообразить Зачем же мы живем И имеем ли право Так осквернять землю И на распыл Все пускать И неудивительно Что мы исчезаем С земли Сколько бы не кричали Патриоты Но мы не лькаемся И не изменяемся Мы не нужны никому Вот у Нины Добыты были Горбыли отличные Бросили их в полынь И теперь В труху Все превратилось уже И только матушке На гнилушке годится На дым Пчелам ходить Можем заработать Достать можем И последнее Звено разорвать То есть Все это выбросить Заработать Привезти и мышам И воробьям Скормить На мешок Завязку Не можем сообразить Не убрали Не придумали Не прикрыли Не прикрыли отходы Бык обожрался И сдох Подумаешь Без помощи родителей Ты бы Дохненький Хозяин Тракторист Давно загнулся Посмотрим Сколько у тебя Пропадает везде Сирахов Работник Склонный к пьянству Не обогатиться И ни во что Ставящий малое Малое по малу Придет в упадок Живем без царя в голове Дал тут одним Из гуманитарной помощи Красную вязаную Кофту шерстяную Случайно только увидели Как она Рохли Распорядилась Милостыней Тушу Заколотой свиньи От мух Прикрыла ею И разорвала пополам И заткнула Ущелье У окна на зим У окна на зиму У окна Все ты выворачиваешь Стоит у окна Стоит девочка У окна Вообще Ты не русский Совсем оказывается Я тебя разоблачил уже Француз Все внутри захолодело Как же так Такую красоту Ты посмел уничтожить Да разве для этого Нам это прислали И я тебе привез На двоих твоих Ребятишек Ира А запятой нету А она по размеру Не подходит Хайзян Разве можно так сделать Понятно Это закон Кофта Вязаная Новая Не считай этого для себя тяжким Что ты должен отпустить его от себя на свободу Ибо он в 6 лет заработал тебе вдвое против платы наемника И благословит тебя Господь Бог твой во всем что не будешь делать Хочу сказать конкретно о Потеряевке Где вы поселились Здесь положение безрассудно глупое у многих Например Понимает Нанимает пахать землю Узнали сколько стоит заплатить за одну сотку За пахоту в соседней деревне Ну вот подбегает тайно иной И обещает платить в два раза больше Притом сам Тракторист даже и не разопрашивает И еще и не договариваемся Не договариваемся Ты считаешь что не договариваем И дальше ты не договариваешь Как раз на тебе это слово ты исполняешься Ты не договариваешь его слово Еще и не договариваемся Да И тебе трудно переплюнуть через губу Срам один Тракторист естественно к тому и поехал За прежнюю нормальную стоимость он уже никому не поедет Он ждет свою бутылку не усохшей Одно огромное безумие Собрались тут эгоисты Вам не устоять Вы рассыплетесь все Все эти люди уехали Будут новые поселенцы И Бог поведет свой народ А этот разбежится Все так и получилось Пойдет в плен в песок И еще пример Общая беседа Совет Благословения батюшки Это и по уставу И по божески Но некоторые решили без этого Ради своего живота Каждый умудряется Умудряться надумывать Что ж плоды не замедленно ждать себя Нанял экскаватор в Кадниково Знакомый добрый директор Игонин Валерий Григорьевич Помог За 20 километров пригнали Только что отремонтированный трактор Наказ был Чтобы только не подавали трактористу спиртного Ибо он ветеран колхозный Ему на запах нельзя нос держать Сделал работу Отпустил его И не досмотрел Миша Никитин Уже выскочил Перехватил без моего ведома Чтобы там в ограде Разровнять И дал тому Напился наш помощник Я прокинулся с трактором по дороге Как в глаза смотреть директору тому Эх вы Тот кто это Самовольство сделал Он спокойно лег и спит А ко мне приезжает директор И говорит Когда вы приезжали Просить экскаватора Ну я же просил И вы согласились Что платить не будете ему А что нужно Мы через бухгалтерию проведем Я месяц целый ремонтировал трактор И теперь опять Я рассказываю Ты говоришь Почему тебе это безразлично Ты один из них Вот такой вот и есть Тебе это абсолютно Так это Я тебя замучил тут читать И с тобой замучился Отпустил я голову Опустил голову и сижу Ничего тут поделать не могу Тут такая шпана поселилась Как уголовники ведут себя Они сидят передо мной Я говорю перед ними Они мне могут Что угодно сделать Мой родной брат Отец Аким Нуждался тоже в бульдозере Когда пруды чистили И он не подошел Бульдозеристу Но ко мне подошел Ибо я договаривался И мне приходилось До конца доводить все Спрашивает Можешь ли на время бульдозер Дать тут ямки надо И кочки убрать-то После работы сделаем Он не посягнул А такие вот ухари-купсы Могут рвать из рук все Ты делаешь и так Хозяин? Нет Ты как был презренным рабом Таким ты останешься Хотя Жил среди верующих С кем попало Будете вступать В прелюбодейную связь Имею ввиду духовное Прекратите это Читай Второзаконие Не обижай наемника Бедного и нищего Из братьев твоих Или из пришельцев твоих Которые в земле твоей В жилищах твоих Всегда точно И вовремя Рассчитывайтесь А не так Что когда будет Тогда я дам Мне приходилось Присутствовать С Орловым Никитой Феоктистовичем В Лос-Анджелесе Когда он Нанимал на уличной бирже Труда мексиканцев Чиканос 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 Хватит тебя за нос Дуришь Нарошено Это все Чиканос На погрузку Гуманитарной помощи Для России Со всех сторон Бросились к нам Меня возьми Меня Хозяин Смотрел их Какой кто Комплекции Их настрой Отобрал человека Три А эти показывают Свои мускулы Смотри Я буду работать Как хозяин И сразу же Сказал Орлов Я плачу вам По 5 долларов За час Согласны? А там было 150 человек Так Ребята Если будете Хорошо работать Плачу вам По 7 долларов Когда эти нанялись Уже поехали Но дорога им говорит В конце работы Еще каждому По мешку Рис отдал Ты Батя В следующий раз Нас нанимай И за этим Смотреть надо Мы договорились Честно работать И честно Рассчитывать В ином варианте Развод Не минуем Сразу же Если же Эти плохо работали То ущерб Был бы И для других Которые там Ибо их Никто не будет Больше нанимать На работу Молва Быстро достигнет Систем Вавилона Дальше Когда у Игоря Это есть Их это Два месяца Два месяца Отработала Душа в огороде И осталась Обиженной К осени При расчете Стали врагами На всю жизнь И смотреть В сторону его Не могут Без содрогания Договор дороже денег Иов Не определено Ли человеку Время на земле И дни его Не то же ли Что дни наемника Наемнику Главное Урвать И убежать Малахия И приду к вам Для суда И буду скорым Обличителем Чародеев И пролюбовдеев И тех Которые клянутся Ложно И удерживают Плату наемника Притесняют Вдовую сироту И отталкивают Пришельца И меня не боятся Говорит Господь Саваоф Бог особенно Строго взыскивает С начальствующих С начальников Которые Договариваются И не платят Это про нашу страну Люди работают А зарплаты нет Все в Израиль Гонят олигархи Кремлевские Бесценные наши благодетели Примудрая Соломона Страшно И скоро Он явится вам И строг суд Над начальствующими Но начальствующим Предстоит Строгое испытание Каков правитель Народа Таковы Служащие при нем И каков Начальствующий Над городом Таковы И все живущие в нем Хлеб нуждающихся Есть жизнь бедных Не дали пенсию Купить хлебушка Не на что Значит не образуется В человеке Красные кровяные тельца Значит кончается Кровь Ее выпил Не отдавший Положенное Банк на сохранение На смертный Тот час Потом сократив Жизнь Людей до вымирания Нацией Они облагодетельствовали Сказав Что будут Выдавать Три справедливых Процента От вклада И тем Кто родился В прошлом веке Кто воевал С Наполеоном Героем Первой Отечественной Войны Циники Душегубцы От Луки Придя же В себя Сказал Сколько Наемников Отца Мой Сбыточествует Хлебом А я Умираю От голода Иногда Наемники Живут Долго У хозяина Если тот Хорошо платит Наша мать С детства Рассказывала О работе По найму Когда она Была девчонкой То они Ходили подработать На платишко Где-то В усть Чарыш На платишко Платишко Где-то В усть Чарышском Районе Они тогда Жили У них там Жили два Зажиточных Крестьянина Хозяина Один чернявый Небольшого роста Веселый Балагур Его мы не боялись Другой был Большой Рыжебородый И очень строгий Наводил на нас Страх Но когда приходило Время молодьбы То мы Все шли К рыжебородому Почему? Тот много смеялся Оплатил мало А этот был Такой требовательный Минуты не давал стоять Руки все у нас были Изрезаны травой Оплатил Два раза больше А нам-то Девчонкам Заработать надо было А не бас Не слушать Вот и все Не обижай раба Трудящегося усердно Ни наемника Преданного тебе Душою Убивает ближнего Кто отнимает у него Парапитание И проливает кровь Кто обнишает Наемника платы Наемник достоин Платы своей И они избыто Чувствуют хлебом У них должно быть Все Чтобы и семью Могли прокормить Не в ущерб себе Поэтому прежде чем Нанять Тщательно Выверить Все за и против Выгодно ли тебе Его нанимать И она А наемник Не пастырь Которому овцы Не свои Видит приходящего Волка И оставляет овец И бежит И волк Расхищает овец И разгоняет их Наемник За конечный результат Не отвечает За ним Нужен глаз да глаз Сегодня священники Называются наемниками А иногда Воры И разбойники Подросло Новое поколение Среди детей Совершенно Новое поколение И все свое Бросает Как чужое За станом Утром Подбирать приходится Пока не ввел Ответственность Спрашиваю Кто хозяин Этим ботинком Поворачивайся Для расчета Сразу же Убирать стали За собой За ягодами Пошли Всем дали покружки И только на следующий год Найдешь эту посудину Случайно Стали по счету Выходить и принимать И сразу же Потеря полностью исчезла Посмотрите на нашу посуду Она как после карабаха Вся эмалит бита Поставили одно на другое Потом грохнули Об скамейку Я землю Малую посуду Закрывают больше И тазик грохнулся Переломился Дикари на западе Азиачи на вас Четвертое царство Господь сделал то Что стал Сирийскому Послышался стук колесниц И ржание коней Шум войска большого И сказали они друг другу Верно Нанял против нас Царько-израильский Царей хитейских И египетских Чтобы пойти на нас Наемниками были цари Грабить и убивать Пошли по договору На другой их нет Если ты хозяин Заведи книгу Для точной сверки дел Серыхов Если что выдаешь Выдавай счетом И весом И делай всякую Выдачу При прием по записи Иначе постоянно Не будет сходиться С желаемым И будут споры На годы Каждый день Ввести дневник И хранить все договоры Расчеты веди по дням Иногда по часам На каком поле Сколько солярки потратил Кто работал У нас враждебно настроенная Администрация сельсовета Директор сельсовета Мануйлов Анатолий Сергеевич Перерыли трассу И нам приходится уже Который год ездить В окружность Те давали Обещания в краевые органы И подписи И печати их стоят Что восстановят плотину Дорогу И вложат трубу Для стока воды Но нет подвижки Все так и остается Подать в суд На то Сколько мы тут потратились Из-за них Просил принести Отсчет ваш Сколько раз Вы ездили в объезд В Шарщино И только один человек Вера Федоровна Золотова Принесла отсчет Вот это и есть Потеряльский дух Посылал Прошлый год Всех съездить В совхоз Корщино Заявление Написать на землю На покосы И если будет отказ То та бумажка И есть документ Так и не поехали Почему Пошел я в краевую прокуратуру А из Корщино Главные враги отвечают Они к нам не обращались Вот и все Я иду невооруженный И не могу вам помочь А вы там живете И не нуждаетесь Собралась же такая братва А не братья Это уже не хозяева И не наемники А так Пыль и мякина Носимая ветром Это сброд и прослойка Выметит вас Господь И будут другие люди Как вышедшие из Египта Они зарыты в песок А те что народились Они войдут в обетованную землю В обетованную 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 Иногда работника ищут через брак Какая придет работница К престарелой матери Или она до основания Разрушит дом своими руками Или ца зиждет Из шалаша дворец Попался тебе хороший зять Сына в нем приобрела А попался пьянчушка Ты и дочь свою потеряла Поэтому думай Кого ты в дом нанимаешь Вора или друга Сына Заботящегося о жизни Матери второй И ты думай О на ком женишься А работница будет Хозяюшка Или клуни лохудра Завтра ее Разбомбить И две полусезонных Из нее получатся Растраси ее На подходе к беде Не думай Что вот обживется И все наладится После первых родов Ты ее уже не поймаешь Она будет Скрываться за ребеночка Будет ломаться От болезней Книжных и невиданных Помоги Стать подлинной хозяйкой Спрашивают Долгоспящую Что ж ты до обеда Давишь в постель Она отвечает Теперь муж Пусть работает Не спит Когда я с ним Когда я за ним гонялась Я ночью не спала Теперь отдохну Он проспал свое время Когда еще можно было Что-то сделать И помолиться И пронеслась Бета-беда Фате мимо Не советуйся С годовым наемником Об окончании работы С ленивым рабом О большой работе Это говорит о том Что иногда люди Хотят стать Добрыми хозяевами И потому Очень много завидуют По радиопередаче От Министерства И сельского хозяйства Ведет Александр Кропухин О том Как придумывают Разные лекарства И добавки Для животных Чтобы они не болели И быстрее росли здоровыми И как уничтожать Вредителей разных По грибах И на полях Почему же тут Ничего не придумывают Вы же хозяева Положение ныне Начинайте учиться Выдумывать Растет тут много крапивы Крапива Может быть Из нее Что-то можно сотворить Полезное Хотя бы одно Предложение Как очистить пруды Как удалить камыш Как развести рыбу Готовы будете ловить охотно Но подготовительные работы Кто-то же должен Будет провести Для ваших же детей Потом это все Будет в радость Разбывают плотины Новые Глиняные Просил Привезли С разъезда С развалин Обломки Больших шиферин И по склону пруда Их подложить И укрепить Железным тросом Мы сами От лагеря Стана Уже посадим Там около 200 деревьев Посадили А посадили Ну да Около 200 деревьев Они прижились И чтобы их не вымыло Мы их придавили Старыми баронами Которые собирали По полям Тяжелыми железками Возили Носили Но вы ни одного Движения не сделали Не стыдно ли вам Лодыри Вы несусветные Камыш Скосить надо Когда уже застынет Жижа из грязи В пруду Чтобы весной Если воды в ней Вещь не заполнят пруд Потом они не мешали Плавать И пользоваться прудом И тут не звука Отговорки Разные худые Нам это не нужно Порода шариковых Собралась здесь Когда готовили Пруткочистки То я приехал Специально И выгнал С трудом Всех из домов И в течении двух дней Более 70 деревьев Сорных Убрали Сорных 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 Убрали в кругу Извините Сорных Трава сорная Сорна это Ну Странной назови Разницы нет Какая разница Ну нельзя так коверкать Слова русские И на этом все закончилось Мне же нельзя было Столько там колотиться Я сразу попал Сердцем в краевую больницу Едва выкарпкался Ну-ка тогда мы Саше больше всех Убрали деревьев Спилили вручную Вам и это Не говорит ни о чем Что вы Оставите Детям после себя Размоет плотину Вновь все Зарастет И вам даже Не жалко Уже проделанной работы Убойтесь Бога Братья По плотине Прогони Несколько раз Скотину Чтобы они своими копытами Утрамбовали И норы Анна Анна Андатор наверное Да Андатор Обнаружили и отогнали их От плотины хотя бы Пощадите же самих себя В прошлом году Я это уже говорил И не однажды И на собраниях И ни один даже пальцем Не пошевелил Вы будете отсюда Резвейны А что уже построено Вновь будет Растащено Эти люди Которые тут поселились Они никогда Не смогут Поднять потерявку Им бы все Даром кто-то дал Они бы съели это Для себя еще что-то делают А для общего Не движение Только батюшка Тревожит еще вас Собрание провести Вам и это не нужно Сами инициативу Не проявите Платят взносы В деревенскую казну И нет ни отчета Нежелания платить 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 Грошики Послушным жителям Андрей Устин Вчера говорит Платят Мало кто И я не буду Мы Детский лагерь Стан Совершенно Никому Неподсчетная Организация Что и сколько У нас есть Это знаем Только мы Но каждый год После 10 сентября Когда дети Уже разъедутся Мы тут потерявки Даем точнейший Отчет Каждый год И по деньгам И по работе И по человекодням И о конфликтах И о планах И этот же отчет Отпечатанный Мы отсылаем Правящему Архиерею Епископу Ишимско-Сибирскому Евтихию Хотя у нас О том даже Ни разу не просил Это все Лично наша Инициатива И любовь К порядку И дисциплине И тоже будет Опубликовано Крестовоздвиженское Общение Барнауле Сколько было Обслуги Сколько получили И от кого Помощи Что приобрели И что еще осталось И кого это И на что Думаем потратить И при том Никто из общины Нам ничего Из этого не давал Ради даже интереса И поощрения К честности Нужно это делать Всегда в отчете После 10 октября Когда мы возвращаемся Из лагеря Стана В город Татьяна Кузьминична Капустина Старшая сестра Иногда собирается Старушек Помощь И дает отчет Яблок купили Для роженицы На столько-то Для безмужней С детьми Потратили столько-то Осталось еще И на конверты Мне А здесь Туман И тайна Почему Все дело В секретарше Вашей Лене Барабаш Это ее прерогатива И старшая сестра Марина Плотникова Тут все при должности Но только Все при должности Все при должности Но только числятся Они выполняют Роли члена Ревизионной комиссии Без должности Только Карагес у батюшки Карагес Карагес Это у Лермонтова Описано все Так и отвечайте По должности Своей официальной Колоссянам И все Что делаете Делайте От души Как для Господа А не для человеков Так учит нас Апостол Павел Мне Собирали в Америке Небольшие суммы Иногда сотни Другая долларов И всегда там Составляли бумагу И мне давали Расписаться Для чего Спрашиваю А это для нас Нужно И вам Может сгодиться Я вложил Батюшкину машину Самосвал Для вас Для 750 долларов Это же для вас Организовал Около 15 библиотек Столько Закупил Религиозной литературы Купил машину Рабицы Инструмент Постолопад Пил и другое Для поселенцев И хотя И ни перед кем Не обязан И отчет не держу Но ни цента Не составилась Для моего обогащения Председатель союза Писатель Алексей Марков Говорит Марков Моя Марков Чуть не морков Ты прям капустой Сделаешь Брюквой Веду я речи Вот о чем Живи не для утробы А то умрешь Без родичей И никого За гробом Богу слава веки Аминь Вот видишь Это полное Единственное Которое Занятие Полностью вошло Вот ты никогда Не знал Что в тебе Столько есть Я знал Там по делам Не знаю Что считать Не знаешь Это вообще Это небрежность Понимаешь Во всем Небрежность Такая Безразличие Не для Бога